Добрый день, мои дорогие друзья! Как дела? Как дела? Здравствуйте, мои дорогие друзья! Как вы? Как у вас дела? Сегодня мы опять поговорим о качествах людей, которые предпочитают одиночество. И сегодняшним качеством, которое мы разберем, будет леальтат. Леальтат означает верность, либо преданность. Давайте начнем. Добрый день, мои дорогие друзья! A diferencia de muchas personas que no pueden estar solas, los solitarios no necesitan de la compañía de otros. Sin embargo, una vez que les gusta alguien y quieren que sea cercano, se convierten en el más leal de los amigos. Saben lo que valen, y si encuentran que el otro es digno de su amistad, serán incondicionales y generosos. Su lealtad se extiende a cualquier tipo de relación, pareja, amistad, familia o trabajo. А теперь давайте разберем этот текст. A diferencia de muchas personas. A diferencia de muchas personas означает в отличие от многих людей. Diferencia, отличие. A diferencia de означает в отличие от muchas personas. Personas это люди, muchas значит многие. A diferencia de muchas personas, в отличие от многих людей. Que, которые, no pueden estar solas, не могут быть одни, no pueden, не могут estar, быть, находиться, solas, одни. А вот здесь, смотрите, solas у нас сочетается с personas. Personas это множественное число, женский род. И solas это у нас множественное число, но прилагательное женский род тоже. No poder estar solo. Не мощным, не быть способным, estar solo, быть одному. Вот, допустим, я говорю. No puedo estar solo. Я не могу быть один. Либо я говорю другому человеку. Tu no puedes estar solo. Ты не можешь быть один. Либо. Tu no puedes estar sola. Ты не можешь быть одна. Ну, то есть не получается у тебя как-то, ты не можешь, да? Либо. Él no puede estar solo. Он не может быть один. Ella no puede estar sola. Она не может быть одна. Разобрали? Пойдем дальше. Так вот, дальше идем. Los solitarios, одиночки, no necesitan de la compañía de otros. Не нуждаются в компании других. No necesitan. Не нуждаются. No necesitan de. De. Не нуждаются в. De la compañía. В компании. De. Кого? Otros. De otros. Других. Вот здесь, кстати, мы можем сказать necesitan с предлогом de, а можем без предлога de. И так и так будет правильно. Дальше. Sin embargo. Sin embargo. Sin embargo означает тем не менее. Sin embargo. Una vez que les gusta alguien. Una vez que. Это означает как только. Один раз. Que который. Значит, как только. Una vez que les. им. Gusto. Нравится. Algen. Кто-то. Y quieren que. Y quieren que. И хотят, чтобы. А теперь внимание. Хотят, чтобы. А вот теперь глагол, который будет следовать. Quieren que. Это выражается их желание. Они хотят, чтобы. И вот следующий глагол у нас должен быть. Теперь subjunctivo. Presente. El presente de subjunctivo. Потому что. Потому что. Y quieren que. Это. El presente de indicativo. Мы выражаем желание. В настоящем времени. И вот следующее. Чего они хотят. Да. Вот это у нас уже. Должно быть. В subjunctivo. El presente de subjunctivo. Y quieren que sea. Sea означает, чтобы был. И хотят, чтобы был. Sercano. Близким. Их. Так вот. Sea. Это у нас. El presente de subjunctivo. Глагола. Ser. И quieren. Que sea. Cercano. И дальше. Se convierten. En. El más leal de los amigos. Se convierten. En. Превращаются. В. El más leal de los amigos. El más leal. В самого верного. De. Из. Los amigos. Из. Друзей. Ну что ж. Следующий абзац. Seven. Que. Valen. Seven. Знают. Lo. Que. То. Что. Valen. Стоят. Они знают себе цену. Seven. Lo. Que. Valen. А вот давайте поспорегаем это. Посмотрим. Допустим я говорю. Yo se lo que valgo. Yo se. Yo se. Lo que valgo. Chego. Stojo. Yo se lo que valgo. Tu. Tu sabes lo que vales. Ты. знаешь чего стоишь ты знаешь себе цену мы говорим он знает чего стоит он знает себе цену. Ella sabe lo que vale она знает себе цену и так saben lo que valen они знают себе цену. Y si encuentran que y si y si если encuentran que encuentran находят que что дальше el otro el otro значит другой es значит он есть digno digno достойный достоин de dостоин de чего digno de su amistad, достоин их дружбы, su amistad, su это их, amistad, дружба. Дальше serán incondicionales y generosos serán значит будут incondicionales это как вам сказать при любых условиях вам другом да без всяких условий безусловными и generosos, значит щедрыми, дальше, su lealtat, su их lealtat, значит верность, преданность, se extiende, se extiende, распространяется, extendirse, распространиться, se extiende, распространяется, a, на что, a, предлог у нас означает на что, a cualquier tipo de relación, a cualquier, любой, tipo, это тип, de, чего, de relación, это связь, и дальше пошли типы, pareja, это пара, пара, значит у нас, когда два человека вместе, романтические отношения, и вообще вот этот термин pareja, я хотел бы вам про него сказать, что вот, допустим, в Испании, в Европе в основном, сейчас больше спрашивают, ¿tienes pareja? Почему? Потому что, когда мы спрашиваем, ¿tienes pareja? Значит, у тебя есть кто-то, мы уже не можем попасть в ситуацию, допустим, спрашиваем, у тебя есть, ¿tienes novia? Спрашиваем у парня, да, а он, может быть, у него не новия, не девушка, а может и совсем наоборот, если мы не знаем человека, то есть можем поставить как бы в неудобное положение, и поэтому сейчас спрашивают, ¿tienes pareja? Либо ¿el tiene pareja? Чтобы как бы вот, быть, ну, быть очень политкорректным, скажем так. Дальше, amistad – это дружба, familia – не надо переводить, это семья и trabajo – работа. Ну вот, наверное, я сегодня закончу с обзором этого качества. И в следующий раз мы рассмотрим с вами «Mente avierta» – это значит широко мыслящий человек. Ну что ж, всем спасибо, что посмотрели. А, да, извините, хочу еще сказать, что я хочу подготовить еще следующее. Как вы вообще думаете, как вы думаете, можно ли по тому, как человек сжимает руку, кулак, говорить о его характере. Но я, опять же, не говорю, что вот, ну, когда мы сжимаем кулак специально для чего-то, вот допустим, чтобы там драться, да, вот сперва так, потом сюда – это уже, это классическая форма кулака. Но есть еще моменты, когда мы о чем-то задумываемся и сжимаем кулак. Вот есть вариант вот так вот сжимаем, да, вот так, либо вот так вот. Это уже что-то неконтролируемое. И даже не то, чтобы в ситуации, когда вот, ну, надо сжать кулак, а просто вот сидит человек, задумался, и раз он непроизвольно сжимает. И оказывается, по тому, как человек сжимает кулак, можно говорить о его персоналите, да, о его личности. Если вы не против, мы можем рассмотреть это в одном из наших видео. Ну что ж, а теперь всем спасибо. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо тем, кто не промотал рекламу и не промотает то, которая будет в конце. Если вам понравилось, ставьте лайк, делитесь видео со своими друзьями, ставьте колокольчики, подписывайтесь сперва, потом ставьте колокольчики. И что ж, увидимся с вами в следующий раз. Hasta la proxima!